Шалом, благословенные друзья, братья, сёстры! И сегодня короткий шестой урок в Школе Духовного Выживания. Он, конечно, может быть не такой прямо архиважный, как предыдущий, но, тем не менее, этот маленький урок, если его усвоить, сбережёт вам очень много времени, крови, нервов и, в конце концов, может повлиять на победу или поражение в жизни, то есть в целом вашей жизни. И тема такая. Из своего опыта, из своих наблюдений, вот больше, чем 20 лет, с 1994 года, когда Господь привлёк меня к себе, я заметил, то есть вот я наблюдал, и я могу ещё одну такую общую черту выявить у всех, кто, можно сказать, выжил духовно за эти больше, чем 20 лет, не остановился, не скатился никуда, ни в религию, ни в грех, ни в мир, а стабильно прогрессирует, несмотря ни на что. Опять же повторюсь, и у тех, кто выжил, и у тех, кто движется до сих пор в силе, вперёд, случаются поражения, случаются какие-то промахи, они тоже бывают и падают, но они встают и продолжают. Так вот, ещё одной чертой общей для всех людей, которых я знаю, вот их из числа выживших, является то, что они неконфликтные люди. То есть они по жизни неконфликтные. Они уходят от конфликтов, не допускают конфликтов или избегают их. В Библии немало сказано об этом, что всякий глупец, он задорен, что от надменности происходят ссоры. Иаков тоже писал, что откуда у вас распри, откуда у вас ссоры, откуда у вас разделение, не отсюда ли от всех этих похотей в вашей плотской природе. Поэтому урок какой сегодня? Что надо учиться с самого начала уходить от конфликтных ситуаций. Не в том дело, чтобы как-то бояться этого, но не позволять втягивать себя в ссоры, в распри, в разборки, какие-то качели, какие-то доказательства. То есть, когда человек выходит уже из себя на нервах, на повышенных тонах, пытаясь доказать с пеной урта, что он прав, вплоть до того, что просто по голове бить Библией кого-то или своими какими-то аргументами и фактами. Так вот, выжившие люди, те люди, с которыми я знаком, победители, с которых я во многом беру пример, духовно более зрелые, чем я, они не конфликтные люди. Вы не найдете их орущими, кричащими, доказывающими свою правоту, в таком, знаете, выходя уже из себя, выходя из берегов, когда уже кровь в глазах, и они готовы просто разорвать за истину или за правду какую-то там свою. Поэтому урок такой, надо учиться с самого начала не вступать в ссоры, честь для человека отстать от ссоры. Так написано в слове. Честь. То есть, честь это когда такой человек будет замечен Богом, такому человеку можно доверить власть, доверить силу, и он в гневе своем, в порывах гнева, ярости, не начнет направо-налево уничтожать своих противников или оппонентов. Поэтому надо учиться уходить от конфликтов. Если разгорается, уметь потушить, уметь остановить, уметь проявить мудрость. Это не быть терпилой, это не прогибаться, это быть мудрым, мудрым, потому что мудрый он видит беду и укрывается. Мудрый человек, он прежде всего не попадает, как правило, в такие ситуации, где начинаются ссоры, амбиции, схлестнувшиеся вот эти нервные системы. Конечно, есть как бы две сферы. Первая сфера это семья, где мы иногда конфликтуем муж и жена. Но я сейчас больше все-таки говорю о внешне. То есть, когда мы с кем-то общаемся, строим отношения, где-то что-то вот идет нестаховка. Хотя, безусловно, дома тоже надо уметь хранить мир и не давать место гневу, крикам, раздорам, вот этим всем ссорам. Потому что человек, который уже вошел, если вы чувствуете, ваше сердце начало биться быстрее, подступил уже, знаете, вот этот вот комок сюда, к горлу, и вы готовы доказывать, вы готовы бить фактами, если надо, и не только фактами. Это значит, что вас уже втягивает враг на свою территорию. А на своей территории он нас легко бьет, он легко побеждает. И я заметил вот еще что. Об этом писал апостол Павел, что лучше для вас остаться обиженными. Лучше для вас. Он говорит, как вы смеетесь друг с другом. Это унизительно, что вы друг с другом имеете конфликты. Раз, придете в суд перед неверующими, судиться друг с другом, брат с братом. И он пишет дальше. Лучше для вас остаться обиженными. Лучше вам остаться, знаете, отдать кому-то. Ты хочешь забрать? Забирай. Я видел, я хочу это сказать. Это мой духовный отец и физический, Реба Юзек. Ну, в принципе, это человек, через которого Господь мне открывался и по большей части являл и являет себя. И я в его жизни наблюдал не раз, когда люди у него что-то забирали. Так или иначе. Хотя он мог не отдавать, мог, знаете, драться за свое, настаивать на своем, быть таким, ну, знаете, как мужик такой. И убить просто, но не отступить в сторону. Когда у него что-то забирали, когда там какие-то появлялись лжесвидетели, какие-то как бы люди, которые правдами-неправдами, он не защищал себя. Как и Ишуа. Ишуа себя не защищал. Ишуа не ставил блоки, не отбивался, не кричал. А ну, апостолы, хватайте кто что может и в драку. Он не защищал себя. Он как агнец был веден на заклане. Это пример для нас. И когда вы попадаете в ситуацию, когда вот что-то я, ну, не знаю, вот что-то на кону стоит, что-то просто вот, и вам за это надо драться, чтобы это осталось у вас, отдайте это. Отпустите. Особенно, если какое-то дело касается какого-то имущества, движимого, недвижимого, каких-то шмоток, какого-то барахла. Ну, не важно, что дорого оно стоит, недорого. Если ценой за то, чтобы обладать этим, это значит кого-то уничтожить, забить, просто задавить в грязь, лучше это отдайте. Пусть забирают. Пусть забирают. И по моему вот духовному ссору и бьюзику, я видел, что чем больше люди у него что-то отнимали и забирали, правдами, неправдами, тем больше Бог ему давал еще сверху. И за сегодняшний день он человек, который не бедствует, не живет где-то там в каком-то сарае, в каких-то съемных комнатушках. Бог его обильно благословляет, несмотря на все то, что было забрано. Поэтому честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Он легко входит с полуоборота. Знаете, в дополнение скажу, что на днях ехал я в машине, и я слышал свидетельство внутри Духа Святого, которое выражало следующее, что нельзя доверять людям, которые очень легко заводятся, выходят из себя раздражительно. Нельзя доверять людям силу и власть. Нельзя. Бог слишком нас любит, чтобы дать нам власть и силу, которой мы начнем истреблять вокруг себя, все живое и, в конце концов, самих себя. Поэтому, если вас легко зацепить, легко вывести из себя, легко раздражить, вы легко впадаете в гнев, легко, знаете, в ссору вступаете, ну, соответственно, долго вы так не протянете. В конце концов, очень много враг играет на наших амбициях. Когда, ну, такой момент, когда Ишуа сказал, ну, хочет кто-то у тебя взять рубашку, верхнюю одежду, отдай ему и рубашку, отдай ему нижнюю. Конечно, имелось в виду просто отойти в сторону. Хотите, забирайте, будьте счастливы, но я не собираюсь никого убивать, ни за аппаратуру, ни за какое-то барахло, ни за какие-то позиции. Я не собираюсь никого бить, я не собираюсь кровью и насилием доказывать кому-то, что я хороший, я там, божий или так далее. Поверьте, Бог сам о своих позаботится. Бог сам возвышает. Давид сказал, и на высоты мои он, он поставляет, ты поставляешь меня на высоты мои, я не сам туда забираюсь. Авторитет дает Господь. На нас могут наплевать, у нас могут обобрать, нас могут уничтожить и растоптать, но если Господь дает нам авторитет, он никуда не денется. Он никуда не денется. И апостолы говорили, нас почитают обманчики, но мы честны, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот такой вот урок, друзья, что не вступать в ссоры, не вступать в конфликты. И особенно столько конфликтов из пустоты, из ничего сегодня вот в интернете зацепились за какое-то слово, за какой-то комментарий. Вообще не участвуйте никогда в дебатах интернетовских. Я вас просто умоляю именем Господа Ишуаха Машеха. Не участвуйте в интернетовских дебатах, спорах, качелях. Дайте, вот когда вы в это влазите, вы позволяете обокрасть себя. Враг высасывает с вас силу. Враг высасывает с вас мир Божий и радость Божью. Вы лишаетесь мира, вы лишаетесь радости. И потом, когда в итоге никто никогда не побеждает. Если вы как бы понимаете, что вы обокраденный шпаг в данном случае, поэтому не будьте таким глупым, как шпаг. Не давайте врагу себя обворовывать. Видите, какой-то конфликт назревает. Кто-то что-то вам выкинул, сказал, просто скажите, все, мир тебе, ты прав, все, я ухожу. Да, 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 земля плоская, замечательно, все, будь счастлив. Не надо никуда влазить, не надо никуда, знаете, внедряться, эти местами Писания. Наша война не против плоти и крови. Поэтому, если вы хотите духовно выжить и побеждать, надо научиться не влазить в ссоры, не вступать в конфликты. Отдавать, если у вас забирают, уступать, если очень сильно прямо кто-то, ну, конечно, есть какой-то предел, где вы просто скажете стоп, когда это уже заходит в ваш дом и так далее. Но до определенной степени надо уметь остаться обиженным, ну, в правильном понимании этого слова, как апостол говорил, отойти в сторону, позволить себя, если надо распять, как это сделал Ишуаха Маширах. Он позволил себя распять, хотя он не был виновен ни в чем. И у него была вся сила, чтобы с лица земли стереть любую армию мира. Тем не менее, он позволил себя распять. И написано, за это, за это он получил имя, которое выше всякого имени. И перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Вот этот пример пусть будет для нас всех ориентиром. Храните мир, храните шалом. В грядущие события мы столкнемся с вызовами. Враг будет провоцировать нас на каждом шагу. Сегодня садишься за руль машины, я уже не говорю про мотоцикл, выезжаешь на дорогу, и это идет война духовная на каждой сантиметре, потому что люди ездят плохо, могут просто так обозвать, подрезать, вызывать на конфликт, но я не думаю, что праведник должен выходить и морду кому-то бить там на перекрестке, то, что ему кто-то не уступил дорогу. Уступите, учитесь, так, да, вот на дороге иногда это очень хорошо практиковаться. Уступать, пусть он 300 раз прав, уступите, пусть он проедет, будет счастлив и чувствует себя королем, я обогнал его, а вы едьте в шаломе, мы ни с кем не гоняемся, мы никому не обязаны ничего доказывать, тем более, ну, не опускайтесь, еще раз повторю, чтобы кому-то что-то доказывать в интернете. Я перестал это делать уже, ну, не знаю, много лет назад, вначале я вступал в споры, вот такие, знаете, по 150 этих вот комментариев, друг другу кидают эти перчатки в лицо, в итоге все расходятся при своем, никому ты ничего не доказал, потерял только время и мир, шалом, и раздраженный пошел срываться на детей, на жену, не стоит, ну, не так что-то взял, поломал, и вот-вот враг запущен в жизнь, поэтому будьте в мире, будьте в шаломе, не участвуйте в спорах, тот же Павел говорил, что у нас нету такой привычки спорить о каких-то родословиях, каких-то баснях, каких-то, ну, не важно, это нам, нам важно, вот он, Господь, 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 если мы столько же времени будем посвящать поиску его лица, сколько мы посвящали разборкам друг с другом и с какими-то совершенно незнакомыми людьми в интернете, которым до нас дела нет никакого, но если мы будем посвящать ему столько времени, вы представляете, как изменится наша жизнь, поэтому всем вам шалом, шалом, берегите, дорожите миром Божьим и не позволяйте врагу выводить вас из себя на территорию ссор, скандалов, криков, ярости, матюков, когда ты уже не можешь сдержать свои уста, а потом еще и руки не можешь сдержать, такого не должно быть, все это начинается с мелочей и потом в вашей жизни появляется твердыня, то есть мир, шалом становится твердой стеной, и враг пук-пук-пук, а он не может вас вызвать, и вам там дулю или средний палец показали в соседней машине, а вы улыбнулись и едете дальше, вас не из-за дела, вас не попало, вас не ранило, поэтому ну вот так вот, вот такой вот урок, я верю, что если даже кто-то из вас усвоит его и в следующий раз избежит конфликта, избежит ссоры, избежит крика, гнева, не начнет никого убивать, чтобы там, я не знаю, там сохранить себе какое-то какое-нибудь барахло, отпустит, поверьте, Господь, написано, что они расхищение имущества своего приняли с радостью, вот это показатель, вот это плод, зная, что имеют на небесах лучшее и нетленное, но я скажу, даже здесь в приземной жизни Бог намного больше силен дать того, что вы отпустите или позволите кому-то что-то у вас забрать, аминь, благословения всем вам с Богом.